На этой неделе главной целью злоумышленников стало движимое имущество саровчан. Кто-то просто лишился аккумулятора, а кто-то и целого автомобиля. Так, 1 октября в половину пятого утра в дежурной части зарегистрировали сообщение о том, что возле подъезда одного из домов по улице Силкина горит автомобиль марки БМВ. Заявление поступило от гражданки, проживающей в этом доме, о том, что из-за горящей машины у нее в квартире лопнули стекла. Что стало причиной возгорания, поджог, неисправность или просто несчастный случай, неизвестно. По данному факту в УВД проводится проверка, как и по делу, касающемуся ремонта другого автомобиля. Саровчанин отдал свою машину в автомастерскую, и теперь сотрудники этого автосервиса могут пойти по статье мошенничества. Гражданинам данным был внесен аванс за выполненные работы в размере 99 тысяч рублей. Машина до сих пор не отремонтирована. По данному факту проводится проверка. Немало происшествий было и на дорогах. Одно из последних ДТП произошло в субботу в новой части города. Выезжая из двора, водитель автомобиля «Лада» сбил 13-летнего велосипедиста. Велосипедист получил телесное повреждение в виде перелома плеча и был госпитализирован в травматологическом отделении. Велосипедист изначально с места ДТП уехал, но водитель остался на месте, позвонил в ГАИ, сказал, так и так, вот я совершил наезд на велосипедиста, который быстро схватил из ВПЭД и с места ДТП, можно сказать, сначала убежал, потом сел на ВПЭД и уехал. Всего за прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 14 ДТП. Пять из них с пострадавшими. В первом случае водитель не справился с управлением, врезался во впереди стоящую машину, от удара получил ушиб грудной клетки. Еще в двух водители не уступили дорогу. А в последнем Саровчанко слепил отбез Котлуш и она сбила пешехода. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.